Журналисты БН завершили осмотр новостроек североприморской части четырьмя объектами, расположенными в самом центре микрорайона. Начали мы с жилого комплекса «Марсель», который возводится на пересечении улиц Туристской и Оптиков. Он привлекает внимание нестандартной архитектурой. Два корпуса имеют дугообразную форму. Среди преимуществ можно отметить и школу, которая находится прямо под окнами. Правда, судя по тому, что 80% квартир в жилом комплексе студии и однокомнатные, ориентирован он не на семьи с детьми. Выделяется «Марсели» ценой. Квадратный метр стоит от 95 тысяч рублей и выше. Продажа этот жилой дом появился в январе 2011 года. Разрешение строительства, полученное в декабре 2010-го, действует до 18 января 2014 года. Первоначальный срок сдачи – 4 квартал 2012, но сейчас застройщик немного его передвинул на первый квартал 2013 года. Продажи ведутся в соответствии с 2014-м федеральным законом по договорам долевого участия. Жилой комплекс компании «Темп» построили еще в прошлом году, а в марте нынешнего года ввели в эксплуатацию. Но продажи открыли лишь три месяца назад. Такова политика застройщика. Дом выглядит внешне довольно привлекательно за счет грамотно подобранной цветовой гаммы. А вот любоваться закатом или восходом из окон вряд ли получится. Их будут закрывать соседние новостройки. Тем не менее, стоимость квадратного метра в готовом доме начинается со 100 тысяч рублей. Состоятельная компания «Темп» всегда работает по одной определенной схеме. Сначала она возводит дом, вводит его в эксплуатацию, а потом уже начинает реализовывать квартиры. Так вот, разрешение на ввод в эксплуатацию застройщик получил этого дома в марте 2012 года. А два месяца спустя, в мае, начал продажу квартир в этом доме. В том же лыжном переулке строятся два жилых комплекса компании «Ленспецстрой». Один из них – «Ленинградская симфония». Технически является братом-близнецом объекта компании «Темп». У них даже количество квартир совпадает. Правда, «Ленспецстрой» свои квадратные метры продает и на этапе строительства по цене от 70 тысяч рублей. Но сдать дом до конца года, как планирует застройщик, будет крайне сложно. В продаже этот жилой дом появился летом 2008 года. Первоначально планировалось его сдать в эксплуатацию в конце 2009 года. Нынешний срок сдачи – четвертый квартал 2012. Разрешение строительства, полученное в июне 2008, продлевали несколько раз, и сейчас оно действует до 31 июля 2013 года. Продажа ведутся по 214-му федеральному закону по договору долевого части. Второй объект компании – жилой комплекс «Медный всадник». Он гораздо крупнее, но находится приблизительно на той же стадии готовности, что и Ленинградская симфония. Отметим, что расположение этого дома очень выгодное. Вид на Лахтинский разлив другие высотки не загораживают. А квадрат здесь стоит сравнительно недорого – вот 60 тысяч рублей. Этот объект появился в продаже чуть раньше своего соседа весной 2008 года. Разрешение строительства, полученное в апреле 2008 года, в нынешней редакции действует до 5 сентября 2012. Первоначально планировалось сдать этот дом в первом квартале 2010 года. Нынешний срок сдачи – 4 квартал 2012. Очевидно, что как на предыдущем объекте, как на остальных двух объектах этого застройщика, застройщику необходимо сильно поторопиться, чтобы успеть сдать дома в срок. Нельзя обойти вниманием торговую и социальную инфраструктуру микрорайона. В чем есть острый недостаток в северо-западной приморской части, так это в торговой инфраструктуре, которая в основном представлена вот такими небольшими магазинчиками с крайне скудным ассортиментом. Район и острый необходим гипермаркет, но где его строить совершенно непонятно, поскольку свободных территорий здесь почти не осталось. Все занято жилыми домами. Зато детских садов и школ здесь достаточно. Пока. Хватит ли их, когда новые кварталы будут полностью заселены, это большой вопрос. Павел Генев, Роман Рожков и Даниил Боротынский. БНТВ